всем привет в этом уроке мы познакомимся поближе с интерфейсом и основными инструментами программы electric quilt версия 8 mini и 5 я начну показывать с 8 версии так как в основном в ней работаю а потом покажу в пятой версии давайте приступим в левом верхнем углу находится основное меню программы чуть ниже меню быстрых действий где вы можете открыть проект сохранить проект вывести на печать сохранить в скетчбук открыть скетчбук увеличить уменьшить масштаб макета следующий у нас идет панель вкладок для создания будущего эскиза справа идут основные инструменты программы давайте более подробно разберемся с ними первый инструмент у нас идет селект это инструмент выбора выделения с помощью него вы можете выбрать любой элемент на вашем эскизе и выделить его далее у нас идет инструмент тип мы же это измерительная лента с помощью которой вы сможете измерить длину либо ширину выбранного вами объекта следующий инструмент у нас идет set tool либо set блок это установка блока на эскиз передо мной открывается окно сохраненными блоками в скетчбуке это все те блоки которые я разрабатывала и сохраняла в скетчбук я выбираю тот блок который мне нужен и устанавливаю на эскиз также в этой панели есть снизу кнопки переключения то есть с помощью них вы можете переключить блок для нужной вам расцветки можно вообще пустой блок установить можно черно-белый а можно выбрать тот который у меня был сохранен в скетчбуке со всеми расцветками например хочу установить синий блок устанавливаю этот блок там где мне это нужно или зажимаю клавишу alt и у меня на эскизе устанавливаются эти блоки в шахматном порядке следующий инструмент у нас идет рейс блок который удаляет ненужные на макете блоки либо делает просто пустой квадрат его можно залить цветом чтобы отменить действие нужно нажать контур z следующий инструмент ротейт блок этот инструмент дает возможность вращать блоки если нажать клавишу alt сейчас я вам покажу на более заметном блоки нажимаю ротейт блок и мы видим что блок вращается следующий инструмент у нас флип блок это зеркальное отражение блоков если зажать клавишу alt то все блоки расположены в шахматном порядке отобразятся зеркально далее у нас идет инструмент симметрии инструмент который симметрично вращается относительно центра здесь не видно я потом на более под другом блоке покажу далее у нас идет paintbrush открывается окно со всеми эскизами тканей палитра цветов их очень много мы можем выбрать тот цвет который нам сейчас нужен и заменить нужную нам деталь нужным цветом если зажать клавишу alt то заменяются все детали расположены в шахматном порядке следующий инструмент у нас идет spray can баллончик который позволяет в блоке заменить все детали одного цвета на другой цвет вот например у меня сейчас желтые ромбы я выбрала бежевый цвет использую этот инструмент и перекрашиваю у меня все эти ромбы которые были желтым цветом залиты перекрасились в новый цвет если я хочу залить у всех блоков расположены в шахматном порядке значит я зажимаю клавишу alt и у меня заливаются все ромбы желтого цвета следующий у нас инструмент идет свепол колор который позволяет заменить цвет во всем эскизе например я не хочу в моем эскизе синие квадраты я хочу сразу изменить эти квадраты на другой цвет и с помощью этого инструмента я могу спокойно это сделать я выбираю тот цвет который мне нужен в палитре например красный и заливаю все синие квадраты в красный цвет вот так вот просто с помощью этого инструмента можно изменить один цвет во всем эскизе следующий инструмент у нас фусикат он предназначен для выбора элемента ткани что это значит очень часто в детских лоскутных изделиях используются ткани с крупным рисунком будь там девочка мальчик либо дракошка либо там не знаю собачка кошечка и чтобы не портить рисунок чтобы это изобразить на эскизе можно воспользоваться этим инструментом сейчас я покажу подробно найду ткань с крупным рисунком чтобы было понятно о чем идет речь так не то не то тоже не то ну давайте остановимся на русалках принципе тут видно вот сейчас мы видим что у русалки отрезан сонтик часть зонтика отрезаны ручки зонтика с помощью этого инструмента мы можем передвинуть элемент на ткани так как нам это нужно увеличу тут обрезана ткань видите я выбираю тот элемент который мне нужен с помощью этого я не обрезаю не порчу рисунок ткани русалка у нас в том изображение которое нужно и последний инструмент у нас идет айдропер это пипетка который которая позволяет скопировать цвет на эскизе сейчас я заменю этот блок русалки тем то что мне есть вот сейчас у меня тот блок мне его нужно раскрасить так как на всем квилте я беру пипетку беру тот свет который хочу скопировать красный чтобы мне не искать во всей этой палитре цветов и эскизов тканей я беру пипетку копирую этот красный цвет у меня автоматически программа находит эту ткань которую я использовала и я заливаю цветом синие квадраты точно также делаю и с серыми ромбами беру пипетку копирую бежевый цвет и заменяю серые ромбы на бежевый цвет это все инструменты восьмой мини версии давайте перейдем в пятую версию в пятой версии у нас в левом верхнем углу идет основное меню слева у нас находится меню быстрых действий точно также вы можете открыть сохранить вывести на печать открыть скетчбук сохранить скетчбук увеличить уменьшить масштаб также есть подсказка с видеороликами если вдруг вы забыли как работать в данной программе все эти видео на английском языке поэтому придется привыкнуть справа у нас находится панель основных инструментов и снизу идут панели вкладок для создания будущего эскиза давайте про инструменты поближе познакомимся первый инструмент это select tool это инструмент выбора можете выбрать любой элемент на эскизе второй элемент он не активен adjust tool он будет активен при работе с аппликациями либо при стежке следующий инструмент у нас и tape measure tool это измерительная линейка либо измерительная лента с помощью которой вы можете выбранный выбранный объект измерить длину либо высоту либо ширину следующий инструмент у нас set tool это установка блоков точно так же открывается панель всех блоков которые сохранены в скетчбуке также есть клавиши перелистывания в скетчбуке помощью которого мы сможете выбрать какой-то блок следующий у нас идет playing блок tool это установка простого блока то есть если в восьмой версии у нас удаление блока было то здесь он выдает окно с эскизами тканей где вы можете выбрать ткань и залить обычным блоком на эскизе сейчас я выберу например этот хочу заменить на простые квадраты следующий инструмент у нас идет ротейтул инструменты вращения точно также можно вращать блоки если зажимаете клавишу alt вращаются все блоки расположенные в шахматном порядке следующий у нас инструмент идет flap tool это зеркальное отражение все блоки находящиеся в шахматном порядке при зажатии клавиши alt отображаются зеркально на примере можем посмотреть сейчас у нас ромбы направлены желтые в верхний левый угол я использую flap tool зажимаю alt и все блоки которые были расположены в шахматном порядке отобразились в зеркальном теперь ромб направлен в правый верхний угол следующий инструмент у нас symmetry tool который позволяет вращать симметрично относительно центра но на этих блоках не видно я потом более подробно расскажу на каком-нибудь другом проекте про этот инструмент не будем останавливаться на нем следующий инструмент у нас идет paint brush tool это кисть точно также открывается окно с эскизами и палитрой цветов которые сохранены в скетчбуке вы можете выбрать раскрасить нужный цвет spray can tool следующий инструмент это спрей который позволяет в блоке раскрасить те элемент элементы одного цвета разом то есть если мы кистью вот так все детали раскрашивали отдельно то в спреем мы все зеленые ромбы можем перекрасить разом используя spray can tool все что было зеленым у нас раскрасилась в сиреневый цвет клавишу alt зажимая все блоки которые расположены в шахматном порядке зеленые ромбы перекрашиваются в сиреневый цвет следующий инструмент у нас идет свептул который позволяет на всем эскизе заменить цвет разом давайте попробуем синий цвет вот выбрала синие взяла свептул заменяю красный цвет на синий но мы видим что тут что-то не то я хочу перекрасить другой цвет красный у нас уже был оранжевый тоже не тот и давайте мы все-таки какой-нибудь другой возьмем потемнее пусть это будет темно-серо-зеленый во вот все что было залито красным цветом у нас с помощью этого инструмента залилось в зеленый цвет следующий инструмент он тоже не активен trade color tool это возможность выбрать цвет будущей стежки цвет ниток будущей стежки он не активен более подробно когда будем разбирать одеяло я вам покажу дальше у нас идет eyedropper tool это пипетка то же самое что и восьмой версии просто копирует тот цвет который я хочу установить на какой-либо детали и последний инструмент у нас идет fussycat tool это тот же самый инструмент который дает возможность переместить выбрать элемент на ткани чтобы не портить рисунок сейчас я увеличу и покажу смотрите взяла fussycat tool и мы видим что можно выбрать определенный элемент на ткани и последние два инструмента они похожи с этими инструментами свептул и spray spray can tool они точно такие же просто из четвертой версии более ранней версии вот и все познакомили со всеми инструментами в следующем видео вы узнаете как создать лоскутный эскиз изделия с нуля ждите пока пока